Вот так весело под музыку начался 5 февраля учебный день в школе номер 7. Нарядные ученики спешат поздравить не менее нарядных учителей и директора с их общим праздником – днём рождения школы. У нас самая замечательная школа с нашими самыми замечательными учителями. Это всё благодаря вам. Оставайтесь всегда такой же замечательной, такой же красивой, такой же молодой, такой же для всех для нас любимой. Вы самый лучший директор нашей школы. В этом году Видновская школа номер 7 отмечает круглую дату. Ей 30 лет. Я хочу поблагодарить весь педагогический коллектив, который старается, работает, любит наших детей. Я хочу поздравить всех детей наших с этим праздником, которые делают успешной эту школу только наши дети. Конечно, огромное спасибо родителям за их поддержку. К сожалению, из-за пандемии праздничный концерт устроить не удалось, но ребята вместе с учителями всё равно постарались создать атмосферу праздника. В холле первого этажа оборудовали яркую фотозону, подготовили выставку стен газет и плакатов, сняли видео поздравления и фильм о любимой школе. А нам рассказали, почему считают её самой лучшей. Здесь учатся самые лучшие ученики и руководят нами самые добрые и любящие учителя. Здесь мы чувствуем себя как дома. Всегда приятно прийти, приятно получать новые знания, приятно общаться с одноклассниками, с учителями в том числе. Учителя хорошие. И ещё готовят вкусные. Мы очень любим нашу школу, с удовольствием каждый день сюда приходим, с того, чтобы получать знания. И также хочется пожелать ей процветания и хороших, и умных учеников. За 30 лет здесь сформировался крепкий и дружный коллектив педагогов с большой буквы. Сейчас в школе трудится 77 учителей, из которых 6 человек работают здесь с самого открытия. Как, например, учитель начальных классов Наталья Дмитриевна Климова. Она прекрасно помнит, как впервые переступила порог школы. Она была самая просторная, она была самая красивая, она была самая... Ну, мы тогда были молодые, для нас это просто был дворец. Пустой дворец, но дворец. И вот мы хотели сделать её ещё лучше. Завозили всё сами. Мебель, занавески украшали, раскрашивали, мыли. В общем, делали всё, чтобы нам было уютно. Школа стала нашим домом. Среди учителей много и молодых специалистов, многие из которых когда-то сами учили здесь. Я закончила данную школу в 2007 году. И в 2020 году я пришла сюда работать. Я хотела сюда вернуться, потому что это мой второй дом. Я знаю этот коллектив давно, я его люблю. Сейчас это уже мои коллеги. Раньше это были мои учителя-наставники. За 30 лет в седьмой школе получили образование тысячи ребят, в том числе 70 золотых и 64 серебряных медалиста. Недавно она вошла в топ-50 лучших школ Московской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Здесь появилось своё радио, газета «Семёрочка», волонтёрский отряд «Семья», театральные объединения. Единственное, что огорчает педагогов и учеников, переполненность школы. Сейчас здесь в две смены обучаются 1855 ребят. Поэтому их главная заветная мечта – новое здание или пристройка, чтобы места хватило всем. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.